Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Nissan Sirena 2000 года выпуска двигатель 2 литра, бензин вариатор, передний привод пробег на автомобиле 447 тысяч километров я даже не знаю, что сказать мастера просто ушатали машину хозяйка женщина товарищ попросил, чтобы поковырял, посмотрел ее в ней было подтекание масла с вариатора мастера что-то сделали и после этого вариатор начал пинаться вариатор стоит еще родной он не менялся, это к тому вопросу если спрашивать, сколько ходит вариатор, японский вариатор на сирене 447 тысяч километров единственное, он постоянно обрабатывался форсаном хозяин вил форсан всегда, при замене масла каждый 50 тысяч, он каждый раз заливал форсан это вот его слова, это не реклама ребята что-то сделали вариатор стал пинаться, стал завывать через какое-то время может быть просто в течение обстоятельств пришло время ему умереть заказали вариатор заехала хозяйка поменять свечи и после этого побежала и рейка и гидроусилитель, сам насос машина стала тупить говорит, ни на газу, ни на бензине развивать оборотов не стала опять же, только после посещения мастеров что там за ребята, я не знаю и ничего говорить про них не собираюсь сейчас лезу снимаю вариатор меняю, ставлю новый, меняю рейку заказал также контрактную ну как контрактную с Японией с разборки и меняю сам насос гидроусилителя потому что и то, и то побежало вот сейчас даже машину закатили снизу лужа поднимаю аккумулятор сейчас слабый поставлю его на зарядку подзаряжу и попробую покрутить но, говорит машина простояла 11 месяцев недвижимо аккумулятор был годовалый но он быстрее всего мог осыпаться не знаю, попробую пока не разбираюсь завести а потом уже разбираю и меняю одно и другое хотя бы чтобы заработало а там уже будем разбираться что и как сирена еще трамблерная все грязно все тоскливо все запущено но делать все равно что-то надо поэтому начинаю с того что снимаю батарейку все тоскливо все а нас Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну и откручиваю площадку аккумулятора 4 болта, головка на 12 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Скину его с кронштейна Вот стопор сдергивает Откручиваю гайку Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Откручиваю ее от коробки Ну а потом опускаю автомобиль Сливаю масло, выдергиваю привода А там уже буду смотреть как буду играть Буду, не буду вывешивать двигатель Чтобы коробку снять А то может быть даже лыжу оставлю И коробку сниму Не трогая Потому что здесь отвести ее надо от двигателя На толщину маховика Маховик здесь небольшой Где-то сантиметр Примерно получается Вот этого расстояния у нас должно хватить Но кронштейн Вот этот Его нужно будет снять Отцепляю проводку Разъемы я подцеплял Поднял Здесь спереди два разъема Вот один разъем на Селектор управления И два разъема сзади Также вот здесь вакуумный шланг Сзади снял Открутил подушку Вот открутил болт Открутил здесь один болт Здесь один болт И вот один болт неудобный Он под кронштейном Вот этот Я его Ослабить ослабил Рожковым ключом Вот так вот откручиваю И сниму вместе с кронштейном Вот с этим кронштейном Вместе и стяну его Ну и ставить буду Следовательно Точно так же потом Когда коробку наживлю В данный момент у меня получается Коробка Просто к двигателю Держится Вот и все Вот так вот здесь болт не дает а что подкрутить подушка не даст этих два крепления поэтому приходится так вот и сверху вроде бы я основной все сделал болты открутил поднимаю автомобиль я думаю мне вот эта подушка мешать не будет я сюда сдвинуть вниз опущу массу я открутил поднимаюсь я здесь кое-какую работу выполню лишнюю а в частности я откручу верхнее крепление стойку стабилизатора и откручу целиком рычаг вот эти болты откручу и вниз вместе с задним сайлентблоком опущу с шаровой снимать не буду отбивать не буду почему хочу так сделать что вот это место выступает чтобы не танцевать здесь хотя она сильной не будет мешать но сделаю так потом вот эта подушка она крепится к коробке чтобы мне снять кронштейн я сниму лыжу сниму кронштейн а потом на место одену лыжу и между лыжей и двигателем подложу прокладку а также когда сниму лыжу откручу гидромуфту вот здесь защитную крышку сниму и откручу 4 болта крепления гидромуфты гидротрансформатора маховику основное так все здесь опорный подшипник промежуточной на привод его я тоже от блока откручу и выведу вместе с рычагом в сторону с приводом откручиваю головка на 32 похоже привод заржавел думаю что там за проставка такая специально выточили подставили а дело в том что в гайке и на приводе нет резьбы ее сорвали и для этого проточили поставили проставку ну гайки вообще резьба очень плохо с резьбой надо будет искать гайку потом прикручивать другую откручиваю рычаг откручиваю рычаг головка на 19 здесь головка на 22 и так же откручиваю со второй стороны тогда уже шаровой откидывать не буду а прикрутить потом мне это легче второй рычаг я тоже открутил теперь подпираю коробку и откручиваю лыжу для этого я откручу три болта откручу болт с подушки также здесь откручу болт с подушки и два болта все вы же открутил теперь откручиваю вот этот откручиваю подкручу это ничего не на здесь крышка должна быть сколько грязи сколько грязи сколько грязи болт м6 головка на 10 головка на 10 лечек открылся и вот в этом лечке у нас болты четыре штуки головка на 14 вот такие коротенькие болты откручиваю откручиваю их и откручиваю кронштейн тоже сейчас грязь очищу три болта можно коробку снять с кронштейном но так как я лыжу вешать буду на место у меня двигатель будет на лыжи лежать у меня кронштейн будет мешать поэтому я его откручиваю три болта на 14 и один болт на 17 в принципе здесь пока все снизу два болта я откручу но не сейчас откручиваю привод от блока и в сторону его отвожу здесь раз два три болта выкрутил я три болта вот если посмотреть на что верхний болт выкрутить я вот это от этой растяжки снизу болт открутил а верху ослабил и после этого только смог добраться открутить а так вот все отвел в сторону и теперь привод у нас легко выйдет из коробки но масло я еще не сливал поэтому я его пока не выдергиваю сейчас ставлю на место лыжу и опускаю двигатель на лыжу лыжу я поставил теперь беру потихонечку опускаю двигатель нет не пойдет здесь коробка плотно я потом мучиться буду с установкой подложу сюда сейчас что-нибудь вот так пойдет вот так пойдет вот так пойдет вот так все теперь сливаю масло талантaris я Сливаем. Масло-стекло. Ну, а теперь выдергиваю привода. Беру монтажку. И выдергиваю его из коробки. Также второй привод вывожу тоже из коробки. Я его вывел и вот сбоку вот так вот на подушку положил. Теперь откручиваю два оставшихся болта, которые у меня в коробку крепят. Но перед этим я ее сразу гидростойкой поджимаю. Коробка отошла. Опускаю ее потихонечку. Вот и все. Убираю. Коробку снял. И сейчас удобно рейку открутить, чтобы не мучиться потом. Сейчас сразу заменю рейку и заменю насос гидроусилителя. откручиваю болт и гайку. И со второй стороны откручиваю тоже трубки. Также крепление. Откручу скобу. И откручиваю наконечники. Откручиваю вал привода. Тут все грязно. Так неприятно в этом ковыряться. А машину даже на мойку было не загнать, потому что она не заводилась. Ну, что сделать. Снимаем. Продолжение следует.